Хозяйство Новотроицка и Бейского района в последние годы повышает урожайность зерновых. В прошлом году подошли к максимуму 22 центнера с гектара. Дальше, по мнению специалистов, либо вносить больше минеральных удобрений, что дорого, либо корректировать агротехнику. Главный агроном решил пойти как раз по этому пути. Нынешней весной поля засевают сразу двумя культурами. Пшеницей и лясом и поверх еще и донником. Стараемся полностью перейти на биологическую систему земледелия. То есть покровный посев донника, раньше сели рапс, теперь приходим на донник. Поэтому в этом году закупили семена в количестве двух тонн, чтобы нам на будущий год иметь уже качественные седеральные пары с большим запасом азотных удобрений. Это даст повышение урожая и повышение клейковины зерновых культур. Это основная ценная часть зерне пшеницы именно, клейковина. То есть стоимость ее повышается на 2-3 рубля. Как объясняет свою задумку агроном, донник – растение двухлетнее. Первый сезон высоким не вырастает. Создает как бы защитный, стелющийся по земле слой для овса. Осенью зерно уберут, а донник останется в почве. И на будущий год даст хорошие всходы. Больше на поле ничего сеять не будут, а всходы донника перепашут. В почву поступит дополнительный азот из его корней, то есть удобрения. И по науке урожай зерновых следующего года должен быть отменным. Лишь бы не было погодных сюрпризов, как этой весной. Владимир Гой уже 35 лет в кабине трактора и комбайна. И с трудом припоминает, когда еще май был таким аномально холодным. На соседнем поле, на Новом Беларуси, проходит практику. Студент 2-го курса Избейского профессионального училища Василий Киселев. Начальству его работа нравится. Уже сейчас хотят забронировать за студентом рабочее место. Я хочу сейчас закончить учиться. До армии идти сюда работать. После армии уже дальше на переучивание как идти. После переучивания сюда опять вернусь работать. Тем более, что ему обещали дать хороший трактор. Да и средняя зарплата в хозяйстве по сельским меркам достаточно приличная – 15 тысяч рублей. Передовики-механизаторы получают заметно больше. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.